Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Поклялся верно служить народу, как прошла церемония инаугурации губернатора Виктора Томенко. Небезопасные школы. На какие меры пошли чиновники от образования края после шокирующих инцидентов в учебных заведениях? Время подводить итоги, какой из своих забегов Шубенков считает лучшим в сезоне. Работать смело и решительно, с полной отдачей в интересах каждого жителя Алтайского края – это слова вновь избранного губернатора Виктора Томенко. Их он произнес на инаугурации, которая прошла сегодня в Молодежном театре Алтая в присутствии почти 500 человек. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. В фойе Молодежного театра уже за час до начала церемонии многолюдно. Журналисты, главы муниципалитетов, депутаты Государственной Думы все в предвкушении и самой церемонии, и того, что будет после нее. Особенно после. Мы бы хотели, чтобы город вернул былую славу промышленного центра Сибири. Ну и, конечно же, в социальном плане, думаем, что и с дорогами у нас будет несколько лучше. Тема освещения практически закрыта. Тема дорог активно реализуем. Программу ремонта дорог. Ну и на повестке, конечно, самая главная тема – это развитие экономики города Бийской. А вот уже и сама церемония Виктора Томенко клянется верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности губернатора Алтайского края, уважать и защищать права человека. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло три месяца назад впервые представлял Виктора Томенко местным депутатом правительства и общественности как временно исполняющего обязанности губернатора. Сегодня он уже поздравляет его как избранного губернатора Алтайского края. Я от души желаю Виктору Петровичу успехов в должности губернатора. Я думаю, что за три месяца Виктор Петрович смог показать, что он способен консолидировать силы и открыт к диалогу. Свою открытость Виктор Томенко уже продемонстрировал на встречах с жителями края, а их с момента приезда на Алтай было сотни. Ветераны, молодежь, представители политических партий и общественности все делились с ним проблемами. Он прошел чистилище, как отметил в своем слове Лев Коршунов, председатель общественной палаты края, который тоже когда-то возглавлял регион. Что бы я хотел пожелать вам? Я прошу не обижаться, но сегодня фамилия Томенко связана с Красноярским краем. В советское время была фраза, смысл которой был такой. Мы говорим «Томенко» и считаем, что сейчас примчится «Томенко» защищать наши интересы. Поздравления звучали от глав муниципалитетов, депутатов, представителей духовенства. Виктор Петрович готовился к ответному слову. Наша цель – сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, с современной социальной сферой и с счастливыми людьми. Нам предстоит принять такие решения и организовать так работу, чтобы сделать наш край местным притяжением. Официальная церемония вступления в должность Виктора Томенко длилась чуть более получаса. После гости наслаждались концертом, а губернатор провел уже рабочую встречу с полпредом Сергеем Миняйло, на которой они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе задачи по увеличению доходов бюджета Алтайского края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Дизельное топливо в крае вновь подорожало. Причем такого резкого скачка, по словам сельхозпроизводителей, за последнее время не было. За одну тонну топлива фермеру теперь придется отдать 50 тысяч рублей. При этом продавцы дизеля заверяют, что цену подняли производители. Сейчас, когда в полном разгаре уборочная компания, затраты особо заметны. Закупить дизельное топливо, что называется впрок, и по старой цене не все аграри оказались способными. Я 10 дней назад покупал. И сейчас начал изучать ценовой спрос. Удивился. Да, на рубль, рубль 20. А это большой скачок считается? Большой, небольшой, но неприятный для нас. Ни зеро, ни молоко не поднимает. А вот топливо, запчасти все растет. Это же с нашего кармана копейка. В Алтайском крае зарегистрировано 11 тысяч заболевших ОРВИ. Больше половины из них дети. Об этом сегодня сообщили в региональном Минздраве. Врачи добавляют, что для межсезонья это нормальная картина, однако скоро стоит ожидать первых пациентов с более серьезным диагнозом. Грипп. Чтобы предотвратить вспышку вируса и укрепить иммунитет, краевые специалисты советуют прививаться. Прививочная кампания стартовала в конце августа. За несколько недель вакцину поставили около 300 тысяч человек. Это 14% населения региона. Всего планируется в этом году привить за счет федерального бюджета 1 млн 64 человека. То есть мы планируем охватить 45% населения. В Минздраве напомнили, что перед прививкой пациент должен пройти осмотр у терапевта, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. По словам специалистов, вокруг прививочной кампании ходит много мифов. Идет такое временное совпадение. Идет прививочная кампания и идет подъем заболеваемости. Некоторые родители связывают это с вакциной, что абсолютно неверно. То есть сама вакцина не вызывает заболевания. Прививочная кампания продлится до конца октября. Бесплатно поставить прививку могут работники сферы образования, транспорта, медицины, а также дети, студенты и люди старше 60 лет. Остальные категории за свой счет. Отечественная вакцина стоит порядка 300 рублей, зарубежная – около 600 рублей. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости. Алтайские школы стали небезопасны. Но вот такой вывод можно сделать из-за участившихся случаев травмирования детей прямо в стенах образовательных учреждений. Так только за последний год в школах случилось несколько инцидентов с последствиями для здоровья ребятишек. Специалистов настораживает тот факт, что их причина – всплеск детской агрессии. Продолжить тему Валентина Аскерова. В Бийске 11-летнего мальчика избили одноклассники. Это происшествие с несовершеннолетними случилось на прошлой неделе. У пострадавшего сотрясение мозга, и это далеко не первый случай проявления жестокой агрессии у детей. Несколько месяцев назад подобный инцидент произошел и в Барнаульском кадетском корпусе. Последствия драки – перелоп позвоночника. Отметим, в обоих случаях во время конфликта педагогов рядом не было. В случае избиения мы воспринимаем как чрезвычайное происшествие. Последнее событие в школе номер 17 в городе Бийске опять заставляет пересмотреть все инструктажи, все должностные инструкции и понять, почему это произошло, и где на какой стадии была совершена ошибка. В школе за безопасность ребенка отвечает прежде всего директор. Сейчас в Бийске в школе началась служебная проверка. Подключились и правоохранители. Неизвестно, какое наказание ждет ответственных лиц, но, к примеру, в Петроградском районе, сообщает ряд федеральных СМИ, за драку учеников директору вынесли штраф. Однако психологи заверяют, что виновным в подобных конфликтах не может быть один конкретный человек. Ребенок, он не обязан быть удобным. Он ребенок. А наша задача здесь как раз сопровождать ребенка на этом пути. Ребенок – это некий чистый лист. Что мы вкладываем в ребенка, так и в результате получаем. То есть это зеркало взрослых. Драка в Бийской школе послужила отправной точкой, говорят чиновники от образования, для принятия профилактических мер во всех учебных заведениях края. Проводят беседы с руководством школ, педагогами и детьми, чтобы вовремя отследить психологические проблемы или предотвратить конфликт в подростковой среде. Психологи убеждены, противостоять детской агрессии может любовь и внимание взрослых. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Барнаул снова привлек внимание федеральных СМИ к теме экстремизма. На ряде информационных ресурсов, включая общественное телевидение «Россия» и «Дождь», появились сообщения о том, что один из наших земляков, обвиняемых в экстремизме, Антон Ангел, был насильно отправлен в психиатрическую лечебницу. По мнению самого Ангела, его адвоката, правоохранители при этом действовали незаконно. Подробнее об инциденте Илья Кочетков. Скрутили, как особо опасного преступника. Горько смеется Антон Ангел, рассказывая, как в пятницу днем его задержали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Это произошло у здания Краевого МВД. Один из полицейских, рассказывает Антон, предъявил ему постановление Заринского суда о помещении его психиатрический стационар. Которая не вступила в настоящее время в законную силу. Я акцентировал на это внимание, предъявил ему документ о том, что у нас апелляционная жалоба на 12 октября назначена. Его-то не волновало. Антона привезли в Краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана. Он успел сообщить о происходящем своему адвокату Роману Ажмегову. Отметим, Роман представляет в суде интересы еще одной обвиняемой в экстремизме Марии Матузной. Защитник прибыл в больницу и убедил медперсонал не принимать пациента на принудительное лечение. Мы просто-напросто указали на ссылку, которая, так скажем, указана снизу на данном документе, о том, что данное постановление не вступило в законную силу. После чего доктор ушел с сотрудниками данного отдела Э по экстремизму в кабинет, где они там, опять же, некоторое время разговаривали, после чего он вышел и сказал, что вы свободны. То есть, как бы, в этом цирке он все-таки не захотел принимать участие, понимая, что это уголовно наказуемо. Это фактически незаконное лишение свободы человека. Антон же теперь опасается за свое здоровье. Говорит, дала о себе знать межпозвоночная грыжа и самочувствие ухудшилось. Досталось и адвокату. Он утверждает, что правоохранители повредили ему плечо, когда он пытался помешать им провести клиента в приемное отделение. Адвокат направился на медицинское освидетельствование. Кстати, он и его позащитные написали в индустриальную РУВД заявление на правоохранителей. Мы же, в свою очередь, направили в Следственный комитет края официальный запрос с просьбой дать разъяснение по инциденту. Напомним, в настоящее время в Барнауле рассматривают сразу несколько уголовных дел, связанных с экстремизмом в интернете. Наряду с Антоном в разжигании ненависти с помощью картинок обвиняют Марию Матузную, Данила Маркина и Андрея Шишерина. Самый стабильный сезон, именно так говорят в один голос эксперты о выступлении барьериста Сергея Шубенкова минувшим летом. Об этом говорят и цифры статистики. Из 15 стартов в 11 барьерист оказывался на первой позиции. Это лишь малая часть наград. Итоги вместе со спортсменом и его тренером подведем прямо сейчас. Заодно узнаем о будущих планах и о том, какой забег тандем считает лучшим в сезоне. Вот и пришло время собирать бриллианты. Это уже второй по счету подобный трофей за два года. Такую увесистую статуэтку вручают за победу в коммерческих стартах бриллиантовая лига. Вот и в этот раз Сергею там не было равных. 15 стартов, 11 побед, 4 раза быстрее 13 секунд и один рекорд страны. Еще никогда Сергей не бежал так быстро, стабильно быстро. Отдельная линия сюжета противостояния Шубенкова и Маклеуда. Дуэль в этом году словно вышла на новый уровень. Барнаулиц в этот раз не упустил возможность показать обратную сторону Шупова к парню с Ямайки. Догнал, перегнал, победил и так три раза. Самый яркий мой забег сезона, но раз уж я ничего такого не выиграл, можно сказать, что тот, в котором я рекорд России установил, в Венгрии был неплох. Ну и, конечно, вот с этим, с бриллиантовой лиги, с кубком. Этот сезон тандем заранее назвал экспериментальным. Нет, здесь не было каких-то кардинальных изменений. Речь идет о количестве и качестве тренировок. Как говорят сами спортсмены, это лишь небольшая корректировка. Секреты, которые публике не стоит знать, да и человек непосвященный вряд ли поймет. В итоге выбранный путь оказался верен. Сбой был лишь однажды на чемпионате Европы в Берлине. Правда, это все же тот самый случай, когда шаг на месте помог сделать сразу два шага вперед. Мне, если честно, больше всего понравился и запомнился забег в Венгрии. Ну, во-первых, потому что это рекорд страны очередной. И можно ведь об этом не говорить, а можно сказать, что так уж получилось, что, по сути, нам, например, ориентироваться не на кого. В нашем-то бизнесе точно, не в истории той большой страны, не в истории этой ничего рядом с нами в нашем-то виде точно не было. Сейчас пауза. До ноября после будут вновь тренировки, новые старты и наверняка новые победы. Шубенков вместе с семьей собирается в Белокуриху. Там барьерист будет залечивать травмы. Клевцов останется в Барнауле. Здесь у него запланированы все те же тренировки с другими подопечными. В сухом остатке, уверен Тендем, в 2018 году создан плацдарм, чтобы в двух последующих вновь быть быстрее всех. Осталось только создать плацдарм для тренировок. Вот только спортивные чиновники края пока отстают. База, которую обещали отремонтировать, по-прежнему продолжает разрушаться. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края сохранится сухая погода, но похолодает. Всего 12 тепла ожидается в Бийске и Олейске. 15 в Кулунде и Славгороде. В Барнауле ночью пасмурно и до плюс 6 днем ясно. И около 12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний 722 440. У меня на этом все новости. Плодотворной вам рабочей недели. До встречи.